Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Последние новости Армении и Азербайджана. Тер Петросян предрекает крупные криминальные столкновения между Пашиняном и Кочаряном. К сожалению, в канун выборов в Армении сформировались два полюса. Имеется в виду Пашинян и экс-президент Кочарян. «Обе стороны располагают огромными финансами, административными и криминальными ресурсами. И пойдут на любой шаг, чтобы достичь цели. Не хочу говорить о опасностях, которыми эта ситуация чревата», – заявил армянский политик. Армению можно было бы ввести из кризиса, сменив власть, сформировав переходное антикризисное правительство. Экс-президент напомнил, что раньше предложил двум другим экс-президентам вместе сформировать переходное правительство из профессионалов, в котором бывшие лидеры Армении не занимали бы никаких должностей. Однако Роберт Кочарян и Серж Сараксиан не согласились на это. По словам Тер Петросяна, программы как таковой нет ни одной из сторон, указанного полюса. Оба заняты борьбой друг с другом. В общем, Пашинян борется с Кочаряном сейчас. «Это чревато тем, что предстоящие выборы могут стать самыми позорными в истории страны», – отметил экс-президент Армении. «Возможные с обеих сторон нарушения могут привести к выяснению отношений на избирательных участках, которые могут превратить в более крупные столкновения», – добавил Тер Петросян. Ну, еще он одну новость тут сообщил, что превратимся скоро в жалкую страну для всего мира. Тер Петросян заявил, что в вопросе Карабаха у Армении союзников нет. В вопросе Нагорного Карабаха у Армении союзников нет. Нужно исходить из этого. По его словам, практически все политические партии страны не могут понять, что в Карабахском конфликте у Армении союзников нет. И люди по-прежнему продолжают смотреть надеждой то в сторону Америки, то в сторону Ирана, то еще куда-то. В политической программе партии отмечается необходимость развития армянской дипломатии по всем направлениям, а также углубления отношений с Россией, основанных на обоюдных стратегических интересах. Если мы повторим ту же ошибку, мы превратимся в самую жалкую страну для всего мира. «Хотим ли мы этого?» задался вопросом Тер Петросян. В последнее время он стал, да, много делать заявлений, сейчас выборы. Может, хочет рейтинг свой поднять. Ну вот, сейчас очень много стало азербайджанцев погибать, где на освобожденных территориях. Там вот люди начали заниматься земледелием, пасут свой скот. И вот азербайджанец подорвался на мине. И вот ДАЗ сделал пост под названием «Цель армян, чтобы погибло больше мирных азербайджанцев, пострадавшие от армянского террора в репортаже ТРЕН-ТВ». Вот, человек подорвался на мине. Сейчас я вам зачитаю. 17 апреля на мине на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана подорвался пастух Ариф Гулиев. Вот, видите на фотографии. В результате ему ампутировали ногу, и он стал инвалидом. Так, он вот рассказывает, как это случилось. «Я подорвался на мине, когда пас овец. Получил тяжелые ранения, но остался жив. Потерял ногу. Армяне нашпиговали освобожденные территории минами. На некоторых территориях мины попадаются на каждом шагу. Цель одна – чтобы погибло больше мирных жителей. Этот террор не прекращается сегодня», – сказал Гулиев. «Он предрестек, чтобы граждане Азербайджана не посещали эти освобожденные земли. Многие приезжают, и киносъемочные группы, и там, кто жил раньше, посещают свои дома. И постоянно вот люди позрываются на этих минах. Я не послушался и стал инвалидом. Но ему тоже говорили, что не рискуй, не иди, там еще ведь мины. Убедительно призываю всех не ездить на освобожденные территории, пока не будут полностью отчищены от мин. Эти земли можно посещать только по особому разрешению. В противном случае граждане могут повторить мою судьбу и судьбу других пострадавших от мин», – отметил Гулиев. Ну вот он дает интервью. И вот, посмотрите, он сидит. У него вот, понимаете, левую ногу оторвало. Слава Богу, что он жив остался. Но теперь зато вот инвалид. Он из семьи, вот его дети. Вот обидно, да. Здоровый мужчина был. И вот не послушал информацию. Уже постоянно в этих изданиях пишут, мины, не ходите, не рискуйте. Вот отец остался без ноги. Ну, последняя новость. Я вам сегодня рассказывал в этом ролике, прошедшем. Найра Заграбян заявила, что были эти ковры, типа, вывезены из города Шуша. И вот этот человек, армянин, вывез их. Я вам рассказал. Ну, а теперь азербайджанское издательство написало ДЭЗ. Вот кто украл азербайджанские ковры из города Шуша перед окончанием войны. Вот он, нарушитель. 160 ковров украл из города Шуша. Там, ну, они хранились там. Он в последний момент, когда уже обстрел шел, под пулями уже ночью там вывез. Найра Заграбянова похвалила негодяя. Депутат парламента Армении от фракции Просветающей Армении Найра Заграбян признала, что экспонаты Шушинского музея были украдены за несколько дней до освобождения города от армянской оккупации. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Да, я вам зачитывал. Вот эти все ковры. 160. Депутат поделилась фотографией водителя Армена Хачатряна, который привез экспонаты в Армению. Она написала, что в ночь на 1 ноября Хачатрян украл экспонаты Шушинского музея ковра и доставил их в Ереван. По его словам, водитель выкрал из города Шуша в Армению 160 ковров, 13 керамических изделий и 50 картин. Вот так вот. Ну, я, как вам говорю, вам все подтвердилось, да. Ну, все, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.